Душа соткана из чистоты, из знания, из нежности, красоты, любви, решимости и так далее. Все-все качества хорошего характера блестят в душе, сияют в ней. Но когда человек хочет по-разному жить, есть две направленности жизни у человека в целом. Одна направленность жизни означает, я хочу любить, я хочу гармонии со всеми, я хочу счастья, я хочу спокойствия, нежности, красоты, доброты, уже устала запахиваться, хочу просто счастья, все. Душа так думает. И она рождается в женском теле. У сознания души, это энергии души, как у солнца есть свет, так у души есть сознание, это ее сияние души. Есть три типа энергии. Душа хочет вечно жить, вечности хочет, не хочет умирать. Никто не хочет умирать. Даже те, кто себя убивают, они не хотят умирать на самом деле. У них затмение какое-то происходит. Проводили исследования тех, кто падает с высоты. И, кажется, у всех появляется страх и раскаяние, что, ну, они все сожалеют там по дороге, что они это сделали. Страх у всех есть. Вторая энергия души, это любовь. Любовь, красота, гармония, нежность. Это все одно и то же, одна и та же энергия. Счастье, энергия, счастье, любви, красоты, гармонии. Она находится в сердце, эта энергия. Вот этот центр разума, связанный с любовью, находится в области сердца. Связанный с вечностью центр разума, она находится в области паха. Когда человек боится, он от него там в животе что-то начинает. У некоторых окопная болезнь возникает. Раз, что она стала тяжелее. Вот. Это от страха происходит. И третий центр разума находится в области головы. Вот здесь вот. Когда человек хочет любви, гармонии, нежности, спокойствия, счастья, он рождается с сильным вот этим центром разума, который в сердце находится. Здесь сила человека. И это женское рождение. Видите, разница? Сила здесь разума. Вот этот канал психически в три раза сильнее, связан с нежностью, красотой. Тело женщины поэтому развивается нежное. То есть оно чувствительное, ранимое тело. Нежное. Мягкое такое, спокойное. Не такое сильное. Не такое волевое. Давай быстрее собирайся. Собираюсь как могу. Ну то есть сила воли такая, как не сильно. Мужчина раз, раз, равняйся, больно, разадись. Вот. Мужчина быстро такая, сила воли, женщина. Равняйся. Смирно. Вольно. Не такая сила воли. Когда человек хочет, ему надоело уже так жить. Человеку надоело так жить. Он хочет победы уже, наконец, разобраться с своей судьбой. Победить ее. Хочет все преодолеть, все трудности. Стать смелым, храбрым, сильным, знающим. Тогда он рождается в мужском теле. Мужское тело это вызов в судьбе. Мальчик родился, он бросает всем вызов. Ну как бы смотрит, где нашалить. Потому что он, мальчик, он изучает этот мир, пытается его победить. Его, допустим, держат, он вырывается. Девочку держат, она смотрит. Ей нужна любовь. Если ей ласково держится, она согласна. Не ласково, она вырывается. Ей нужна любовь, она для любви родилась. Мальчик, допустим, неважно, ласково держит или нет, он всегда вырывается. Потому что ему нужна победа. Вырвался довольный. Вот, ему нужна победа. То есть он должен преодолеться и победить. Мальчик, вон, пошел, видите, победил. Вот, ему надо побеждать. А девочке нужна гармония. Поэтому женщин, девочек надо воспитывать ласково. Если она не слушается, надо строго себя вести и ограничивать ее в отношениях. Можно и разговаривать с ней, можно забереть где-то. Но бить нельзя. Но мальчика с мальчиком разговаривать бесполезно. Потому что его психика соткана из поступков и действий. Она не соткана из слов. Психика женщины и девочки соткана из слов. Поэтому мужчины часто забалтывают женщин. Вешают им сначала на уши. А те слушают, потому что их психика соткана из слов. Они слушают ласковые слова. Думают, ласково говорит или нет? А он ей вешает, вешает, вешает на уши. Ласково очень. Женщины сотканы из слов, они слушают. А мужчины сотканы из поступков. Поэтому мальчику говоришь, ну что, будешь учить уроки? Он, да. Будет учить? Нет. Слова бесполезны. Его надо посадить за парту. Все, пиши. Начал писать, все будет писать. Или все, наказан. Там сразу идешь из стола, там делаешь то, встаешь в угол, все. То есть действие. Если мальчику сказать, сейчас пойдешь в угол, подействует? Нет. Надо повезти в угол. И он еще проверит, как бы там, когда стоит, проверит, точно его поставили или нет. Если точно, он тогда понял, что его поставили в угол. И надо что-то делать. Он тогда капитулирует. Говорит, мама, я иду учить уроки. Поэтому, наверное, на мальчика не надо тратить силы на слова. Сразу. Вот садись, пиши. Он берет, пишет. Или раз не пишет, все, в угол. Нет, мама, я пишу. И писать начинает. И не надо никаких нервов. Почему женщина тратит нервы на мальчика? Потому что она не понимает, как он устроен. Вот мужчина вообще нервы не тратит. Он взял его за руку. Ну все, пойдем, сейчас будем наказывать тебя. Нет, я пишу, все. А девочке надо подойти с улыбкой. Если мама говорит, все, иди заниматься. Она говорит, нет. Потому что нет любви. Нужна любовь. Если сказать, моя хорошая, она... Учиться будем? Пошла учиться все. Девочке нужна любовь, ласка, внимание. Мальчику нужна сила. Нужна активность, чтобы показать ему, что вот так. Ну сказать, все, пиши. Потом гулять. Ну то есть ему надо говорить о поступках, о действиях. А девочке надо говорить, любимая моя, давай занимайся. Пиши, моя хорошая. И она пишет, из любви. А мальчику нужны поступки. У него нужна любовь. Если мальчика взять маленького и начать целовать, как он себя ведет? Дуется. Тяжело. Наверное, для любви тяжело для него. Девочку, ты слышишь, она эти щечки подставляет. Маленькая. Она не дуется и нормально. Чувствуете, какая разница в нас заложена? Мы совсем разные люди. Мужчины, женщины. И поэтому существует понимание, надо разобраться, как относиться друг к другу. Надо понять, как устроен характер. Для начала. Вот допустим, мужчина, женщина говорит. Тебе надо быть послушной. Лекции слушал, тебе надо быть послушной. Но женщина по природе непослушная. Это мужчина послушный. Правильно? Смирно. Женщина так не делает. Она непослушная. Но женщина, если ее любить, она расслабляется и соглашается со всеми. Она согласна становится, если ее любит. Даже не важно, как правильно или нет, главное любит. Она согласна. Но если не любит, она не согласна. Тоже неважно, правильно или нет. И на мужчина говорит правильные вещи жене, но она не согласна, потому что он говорит плохо. Говорит неправильно, и поэтому она нет, не согласна. Он говорит, что такое? Я на этом буду. Она говорит, нет. Почему? Потому что плохо говорит неправильно. Она не согласна поэтому. И она даже не хочет разбираться, правильно это или нет. Плохо говорит и все, точка. ей нужны отношения а мужчине нужна правда и он не понимает что такое, что такое она непонятно вообще потому что ей правда не нужна, ей нужна любовь женщина мужчине говорит ты что такой грубый он грубый вот женщина женщина встречает, моя хорошая, любимая ну представьте, мужчина мужчину встречает ты что такой вообще, это уже как бы цвета радуги поменялись наверное мужчина мужчину встречает, ну что ты, нормально, нормально, молодец это мужская любовь мальчик подбегает с папой коленку, он любит папу девочка подбегает, дочка папу раз обняла она тоже любит, они по-разному любят просто мужчины более грубая природа у женщины более нежная, ласковая, мягкая поэтому уважение к человеку означает понимание его природы для начала, допустим мы решили друг друга уважать как, допустим, в ЗАГСе говорят уважайте друг друга а как женщина говорит, давай уважать друг друга уважать для нее означает разговаривать, ласково друг с другом, общаться она говорит, ну пойдем уважать друг друга пойдем поговорим она ему говорит, женщина берет за ручку, пойдем поговорим мужу она не знает, что для него это аскеза это несчастье, аскез для него он говорит, давай завтра поговорим я устал она подружке звонит, говорит да я ему сказал, а просто пойдем поговорим подружке звонит да я тебя понимаю потому что они и женщины им нравятся близкие отношения а мужчине это аскеза но если женщина растопила сердце мужчины он идет в близкие отношения он садится с ней, разговаривает почему? потому что она его растопила любовью если женщина вот обязанности, допустим, женщина говорит будь со мною ласковым будь со мною нежным это какие обязанности? кого? женщины это она растопливает он становится ласковым то есть вот, слушаем будь со мною ласковым будь со мною нежным будь со мною бережным будь со мною прежним говори счастливые глупые слова чтобы карусели лощадки голова это кто должен делать? я не понял то есть будь со мною ласковым кто должен быть ласковым? женщина мужчина резонирует будь со мною нежным кто должен быть нежным? женщина будь со мною бережным кто должен быть бережным? где вы бережных мужчин-то видели? Раз что-то я такой снимаю свитер, раз порвался она, мой хороший, я говорю, прости, ты убережный, у меня все рвется, мужское тело, она говорит, мне это тоже нравится тебе, все нормально, будем зашивать. Будь со мной прежним, где мужчин прежних-то вы видели, это женщины прежние, мужчина все время меняется, женщина всегда такая же, мужчина все время меняется. Говори счастливые слова, тем более глупые, мужчина глупые слова мне говори, не может глупые слова говорить, может когда с женой, когда у нее любовь, он может глупые слова говорить, под действием женской энергии он становится глупым, а так он серьезный, так или нет? Но видите, она спела этот первый куплет, там еще второй будет, первый вот этот она спела, видите, оказывается для человека более значимым является то, что он сам и должен делать в отношениях. Вот допустим, если взять мужчину, потому что мужчины особо не поют об этом, но если мужчина спел, он тогда спел, будь со мной послушною, там и так далее. Послушание это не женское качество, это мужское, это мужчина должен женщину слушать и к ней очень внимательно относиться, и тогда она становится послушной. Вот женщина, если мужчина, если мужчина вас будет слушать, всегда выслушивать, внимательно относиться к женщине, вы будете послушными? Ну естественно, да, с таким человеком он выслушает, внимательно себя ведет. Ну что с ним не согласиться? Да ради бога. Теперь мужчина говорит женщине, давай быстрее. Обычно классическая фраза. Это кто должен давать быстрее-то? Женщина не может давать быстрее, потому что она сама по себе расслаблена. А если бы она давала быстрее, ты бы ее не полюбил. Потому что женщина, когда быстрее дает, она становится некрасивой. Женщина красива, когда она расслаблена. Она должна быть красивой, расслабленной. Вот иначе она не нужна уже. Или мужчина говорит, реши сама. Здрасте. Она наоборот замуж вышла, чтобы он все решал, чтобы она расслабилась. Реши сама. Это ты будешь решать все. Замуж жену взял, все. Мужчина как елочка, на которой вешают игрушки. Причем сначала на него виснет самая худенькая такая, стройная игрушечка такая. Струненькая такая, худенькая такая, незаметненькая. А вместе с ней оказывается еще и теща. Потому что женщина очень сильно привязана к родственникам. Может быть, кроме той, что там еще пару собак будет, он не знает об этом. Он говорит, я без собак, за тебя замуж не выйду. Он говорит, да ты что? Да. Потому что она привязана к собакам, она умрет без них. Она привязана к маме также, женщина. Но потом из нее начинают появляться другие игрушки. Сначала тоже маленькие, потом растут. И на них все больше и больше. А елочка одна. Лесу родилась елочка. Не важно, где родилась. Важно то, что как бы вешать все будут на одну елочку. Это мужик елочка называется. И так устроена жизнь. Мужчина думает, ты что, все на меня? Потому что ты мужик. Ты же сильным должен быть. И так смелым, храбрым. А женщина рождается не для силы, не для крабрости. Она рождается для расслабления. И поэтому ты ее взял, чтобы она была красивой, любимой. Потому что она может быть красивой, любимой только когда она расслаблена. Когда женщина напряженная, становится нелюбимой, некрасивой и больной. Это не значит, что женщина должна лениться. То есть она не ленится, она делает все. Она активная, иначе она будет болеть. Она активная, но активность ее без напряжения. Радостно, активно. Мужчина активен, он преодолевает. Он должен напрягаться. То есть в этом его активность. Мужская активность, мужская сила. Что получается, мужчина ничего не получает? Невыгодное рождение мужское или выгодное? И женское выгодное, и мужское выгодное. Мужчина получает власть, если он уважает жену. Она старается соглашаться с ним, ей нравится. Если он ведет себя очень заботливо и нежно, то есть пытается понять, что она женщина, тогда она дает ему власть. Он слушает ее внимательно, прислушивается, заботится, ведет себя очень аккуратно. Называется уважение к женщине. Что такое уважение к мужчине? Это означает учиться соглашаться с ним, хоть это не женское качество, но вы же просите, чтобы он был нежным. Значит, вы должны соглашаться, учиться, потому что женщина надо быть нежным, а с мужчиной надо быть послушной. Потому что он же слушается там начальству. Равняюсь он. То есть он слушается, он сам послушный. Мужчина же послушный человек по природе. Знаете, женщины об этом? Но если вы его не слушаетесь, то он никогда не будет послушным. Чтобы он свое послушание проявил, нужно учиться слушаться. Это аскеза для женщины. Но надо учиться потихонечку. Хотя бы внешне соглашаться. А сами внутри можете как хотите считать. Это нормально. Каждый человек свое мнение, но внешне надо соглашаться, потому что это мужчине дает устойчивость жизни. Его надо всегда подбадривать, говорить, да у тебя все получится. Да ты сильный, да ты способный. Чего ты себя как бы тут принижаешь? У тебя все нормально. Женщина, если так настроена, то мужчина действительно таким становится. Даже если он слабый по природе. Но это всего лишь неправильное представление о себе. Любой мужчина сильный по природе на самом деле. Просто он может себя не знать. Точно так же любая женщина красивая, нежная, ласковая по природе. Но она себя может не знать. Вот такой. Говорит, я грубая. Мы еще об этом поговорим. Это еще от истощенности зависит. Если человек наполненный, он становится самим собой. Истощенный, все меняется. Итак, самая главная обязанность человека в жизни это уважение. С этого начинаются отношения. Без уважения любви нет.